Всем привет мальчишки и девчонки, с вами Мэйхэм и это шестая серия прохождения сборочки Chroma Technologies 2 на версии Майнкрафта 1.16.5 И сразу у меня загадка, сколько нужно маны, чтобы сделать буровую установку? Не в курсе? Вот и я не был в курсе, а в конце серии я вам расскажу откуда загадка и вообще что это вообще все означает. После очередной покопайки, которая длилась где-то в районе часа полутора, я понял, что блин, да сколько можно, хватит уже ходить и копать все самостоятельно. Пора сделать что-то такое, что будет добывать нам ресурсы самостоятельно и без нашего участия. И в мой выбор пал на бур с модификацией Environmental Craft. Легко? Да ни хрена подобного. Он потребовал просто огромного количества времени и усилий для того, чтобы его сделать. Спойлер, ни хрена я не сделал. Но все по порядку. Первое, что нужно было сделать, это сделать новый верстак с увеличенным количеством слотов, для того, чтобы выстроить все-таки этот крафт и получить заветный, замечательнейший бур, который бы все делал за меня. Но я столкнулся с ужасной вещью. Делался он при помощи чернита, еще какой-то дряни и черных гранулированных шариков, которые скоты в свою очередь делались только единственным способом. Это когда ты скармливал крыси с определенным улучшением уголь. Другими словами, чтобы сделать эту хрень, мне нужно было развить модификацию Reds, в которой я не просто не шарю, а понятия не имею, что вообще с ней делать. И, конечно же, я полез на Вики. Через где-то полчаса чтения всяких текстиков, переводов и всего остального я наконец-таки понял, как это все делается и решил, что ура, наконец-таки я все понял, пора начать делать. Но в этот момент, когда я уже решил, что, блин, надо бы полетать, поискать вот эти вот мусорные отходы и найти крысу, которую нужно будет приручить, ко мне на базу пришел сам чумной доктор и таким прекрасным вариантом я купил у него блоки мусора, или как так они называются, на которых спаунятся крысы, чтобы потом себе сделать крысу и приручить ее наконец-таки. И заодно купил себе книжечку, которая превращала чумного доктора в черную смерть, по-моему. И я понятия не имел, что это был босс. И как бы таким образом я встретил первого босса из модификации Reds. Сделай я такую глупость на пару дней раньше, я бы откис просто как нихрен баловаться. Но с учетом того, что мне подфартило в самом начале выбить охрененный лук, который помогал, и плюс скрытый квест на стрелы с отбрасыванием. В принципе, весь бой был, ну, скорее избиением бедного босса, нежели какой-то огромной проблемой. Хотя, ну, довольно интересная механика, ничего не скажешь. После получения вот этих вот мусорных блоков все уже пошло по стандартному варианту. Ну, поставил, подождал, пока заспаунилось, подбежал, накормил сыром. Ну, кстати, очень милашно жующая крыса, это, конечно, нечто. Вы только гляньте, какая она няшечка, когда она сидит и жует прямо, что вот аж в жизни захотелось себе такую крысятинку. Хотя нет, не надо мне в жизни такую крысятинку. Ну, так вот. Короче, я ее приручил, сделал ей апгрейд и начал накармливать ее углем. Но мне стало скучно просто так стоять. Я решил, а почему бы, блин, ее не покрасить? Оказывается, в этой модификации можно красить, в принципе, в любые цвета. И бонусным форматом является то, что ты мог сделать ее радужной. Такой переливающейся крысятинкой. Ну, естественно, я ее сделал. Привет, собственно, всем, кто любит радугу и Call of Duty в частности. Вот. Собственно, после этого проблем не возникло. Но появилась другая проблема. Это необходимость долбанного пластика. Пластика, который делался только через модификацию пневматик крафт. Я прям с этой сборки периодически охреневаю от того, насколько все это геморройно. После десяток попыток и так, и сяк, и вот так, и еще вот так, вот я наконец-таки разобрался, как построить эту сраную многоблочную структуру под названием бар-камера. И, о чудо, я все-таки смог хоть что-то сделать. Ну, и после этого все должно было, по идее, идти по накатной. Ставишь какой-то механизм, он накачивает энергией эту бар-камеру, и все в ней происходит. Но нет, ни хрена подобного. И, если честно, кроме бомбежа у меня ничего не осталось. Ладно, хер с ним. После еще очередного часа мудать не с этим модом, я все-таки разобрался, как насыщать давлением эту сраную бар-камеру. И, о чудо, наконец-таки я с ней разобрался. Но остался один вопрос. Как сделать долбанный пластик? А пластик делался еще более геморройнее. Ставишь завод, просто так его запитать нельзя. Нужно ставить вокруг лаву, чтобы она работала, чтобы оно все нагревалось. То есть нагревательных элементов толком нет, или они называются настолько дебильно, что я не понял, как их там найти. Ну, тьфу-тьфу, я справился. Я молодец, ништяк, и вуаля, мой первый пластик. А первый пластик означает, что сделаны транзисторы и резисторы, которые все-таки нам нужны. Ох, как же у меня отлегло в этот момент. Я думал, что все, останется только тупо скрафтить, необходимые элементы все поставить, и все заработает. Но нет. Помните загадку вначале? Сколько манны нужно, чтобы построить бур? Так вот, чтобы построить бур, нужен литерит. А чтобы сделать литерит, нужны эльфы. Гребаные, сраные, лопоухие эльфы из ботании. Я не зря ненавижу эту модификацию. В прошлом ролике вы видели и слышали, чтобы сделать один кусочек стали, один, нужно два бассейна манны. А чтобы сделать два бассейна манны, у меня на это все ушло полтора часа. В конечном итоге, на данный момент у меня все готово. И я еще не определился с тем, запускать по этому всему стрим, и лучше, собственно, перейти, так сказать, в новую эру на стриме, или сделать стандартизированный ролик по крафтам, да, грубо говоря. И в живом режиме это все вам показать. Поэтому напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Вот так прошла у меня ночь, наверное, или, скорее всего, раннее утро. Поэтому как-то так. Ну, в любом случае, я подготовил место. У меня есть манна. Все ништяк, все замечательно. Осталось только все сделать. Ну, а с вами был Мейхем. Спасибо, что посмотрели. Хорошего вам настроения и удачи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...